Лео рисует? Кастелина классического Лео легко разминается, очень пластичен, пластичен и яркие, приятные цвета. Сегодня нам понадобится только два цвета, зеленый и розовый. И, конечно же, Лео, иди к нам, Лео бежит, Лео старается вам не мешать и немножко помогать. Конечно же, ребят, для работы нам понадобится карандаш. Карандаш зеленый, по возможности. У нас есть карандаш Лео, конечно же, основа нашей розочки. Розовый и зеленый, это то, что нужно. А розовый начнем. Будем рвать маленькие кусочки, безостановочно это делать. Смотри, рву кусочек и вот так делаю, вот так вот. Вот такие кусочки, нам их надо будет сделать много. Мы будем, как ты думаешь, что делать? Мы будем лепить лепестки. Да, мы будем лепить лепестки. Розовый цвет в пластилине Лео просто потрясающий. Лепестки лучше лепить разного размера. И большие, и маленькие, так как мы с вами профессионалы и настоящие. умеем по-настоящему лепить. Вот какие-то большие, какой-то поменьше делаем. Наверное, да, лучше среднего размера делать. Вот такого вот. И это все делать безостановочно. А зачем карандаш тебе понадобится? Это будет стебелек нашей розы. Хо-хо, прикольно. Посмотрим, что получится. Конечно, посмотрим. Ребят, пока мы лепим лепестки, расскажу вам какие-то интересные факты о розах. Самая большая роза в мире была выращена в Калифорнии. Это такая страна. Это штат в Америке. Да, в стране штат Америки есть такой штат, там Калифорния. И там, наверное, вырастили самую большую розу. Какого размера, я не знаю. Но может быть она как арбуз? Как арбуз, вот это ты смешно сказал, арбуз. Арбуз я люблю, кстати. Мы все любим арбузы. Это здорово. Но про розы мы знаем разные истории тоже. Роза это, конечно, красивый цветок с нежными лепестками. Еще его называют, может быть, бывают дикие розы, шиповник. Знаешь, такой, да, знаю. Еще считается, что самой старой розой выращенной в мире тысяча лет. Это такой древний цветок. Наверное, древний цветок. Вот мы уже еще слепили. А сколько нужно этих лепестков-то? Я думаю, чем больше, тем лучше, ребят. Так что не останавливайтесь. И я сейчас слепил много лепестков. Но я думаю, что нужно еще больше. И в конце концов, их делать немного больше. Немного больше. Потому что сначала лепестки будут маленькие использовать, а потом большие. Так что рвите кусочки уже побольше. И сейчас можно посчитать вместе, как это мы сделали. Сколько лепестков? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Хо-хо, одиннадцать штук. Действительно, это трудно было делать. Это действительно трудно. Но зато они бесформенные. Их не надо прям вылепливать. Вот двенадцать лепим. Давайте хотя бы пятнадцать лепестков слепим. Тем более, это эксперименты. И у нас обязательно он должен. Шестнадцать. Обязательно должен получиться. Семнадцать. Так, семнадцать. Вот здесь. Семнадцать. И еще один, наверное. А потом, если надо, мы добавим еще. Вот это дело мы с тобой взялись. Три Д слепить. А сколько три Д, я тебе расскажу? Три Д, я считаю, это объемная такая фигурка, когда она имеет разные плоскости, к примеру. Разные объемы, к примеру, мы лепим плоскую поделку на белом листе бумаги. А когда мы берем и делаем человечка или машинку, это уже объемная. Так что я это называю 3D. Ну, я думаю, мы с вами позабавились. Сделали все, что нужно. Сделаем немножечко лепестков, листочков для нашей розы. Вот так вот. Может быть, даже в конце надо было сделать. Но давайте вначале сделаем. Это несложно. У нас есть вот так лево, лево. Вот такие лепестки. Розы мы сделали 2, да. Это очень несложно сделать. А теперь начинаем лепить. Вначале сделаем шайбочку, такой шарик на верху карандаша. Вот так вот. А теперь будем одевать, угощать или сверху налепливать наши лепестки. Ого, это надо посмотреть. Необычная вещь. Необычная, ребята. Если вы не будете не успевать, то ставьте на паузу. Это действительно так. Действительно, ребята. Если не успеваете, то ставьте на паузу. Берете самый маленький лепесток и вот так вот, не спеша, окамняйте, обертывайте как конфетку вашу розу. Сейчас я побольше сделаю, чтобы все было видно. Можно взять желтенький и внутри сделать немножечко желтеньким, как будто там есть тычинка или пестик какой-то, да, такой вот. У нас розочка уже начинает преображаться. Смотри. Ого, посмотрю. Не спеша тут можно делать все? Да, не спеша обязательно, ребята. Здесь спешить совершенно не надо. Теперь второй. Второй лепесток. Не спеша. Вот так делаем. Вот уже у нас розочка получше. Получилось уже два лепестка. Теперь третий берем. Тоже берите, выбирайте самые небольшие лепестки. Старайтесь небольшие выбрать. И вот так вот делать. Окамеляем, обертываем. И немножко разводим, чтобы он был открытый, да. Следующий лепесток. Следующий лепесток сюда делаем. И надо, чтобы они были по очереди, шли. Но в то же самое время друг за друга не хватались. Так. Дальше. На самом деле это не очень сложно. Налепливать такие вот лепестки на нашу розочку. По очереди, по очереди, по очереди. И смотри, что получилось уже. Ого, интересно посмотреть. О, получилось, получилось розочка. Но еще не законченная. Бутон очень маленький у розочки. У нашей сейчас. Мы добавим все больше и больше лепестков со всех сторон. Чем больше лепестков, тем красивее. Это я точно говорю. Так что со всех сторон лепим наши лепестки. Стараемся их лепить вот так со всех сторон. Чтобы они были слева, справа, сверху, снизу. Вот так налипляем. Налипляем. И получается у нас почти розочка. Еще немножечко. Еще немножечко. Еще. Теперь самые-самые большие лепестки пошли уже в дело. И заканчиваем самыми большущими лепестками. Вот так мы, если я вот снизу покажу, как мы делаем. Здесь вот тоже вот так видно, что мы залепливаем. Каждый-каждый лепесток прилепляем. И сюда он идет. В конце здесь внизу можно сделать тоже маленькие зелененькие листочки. Их тоже хорошо будут видны. Роза получается как живая. Сейчас я тебе покручу. Листочки наши только поправим. Потому что их действительно надо было делать в конце. Но мы ее сделали в начале. Вот так вот. Раз. Раз. Все покажем. Смотри. Вот она наша роза. Лео. Смотри. Мы крутим. И показываем ее. Какая она получилась. Очень легко такую розу слепить. Еще раз покручу и покажу. Это такая 3D розочка. На карандаше можно слепить такую поделку. Ого. Это здорово, ребят. Поделки на Лео рисует. Я обязательно такую дома сделаю. Конечно же сделаем. Крути и радуйся. После этого можно поставить. Можно писать. Конечно, немножко трудно таким карандашом писать. Но все-таки это хорошая поделка. Не знаю. Даже конючителя. Мне кажется, очень подойдет. И очень такая ажурная розочка получилась. Вот такие штуки. Вот такие штуки мы делаем. Ребята. Макс вас научит. Макс. А Лео поможет. Так что розочка готова. Всем добра и счастья. Приходите. Лепите с нами. Не сидите дома. Сидите дома и лепите. А если хотите, то и рисуйте тоже. До новых встреч. Приходите к нам на YouTube, в Instagram и в TikTok тоже. Ребят. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok